Прежде чем такую карту повесят на стену, к примеру, нефтяники Тюмени или рязанские школьники, в подготовке ее, составлении, выпуске, примут участие специалисты 20 с лишним профессий. И не только традиционные картографы и печатники, но и те, о которых мы не знаем. Те, что дал нам наш богатый открытиями век. Вот по каким снимкам, сделанным с космического корабля, проверяют себя сейчас современные картографы. Развитие картографии в России началось в 16-м столетии, когда приступили к составлению так называемого «большого чертежа» — основы первой сносной русской карты. Вот как она тогда выглядела. И не удивляйтесь, что много надписей не на нашем языке, ведь печатали ее тогда в Германии. Сегодня в планах объединения картография больше 700 названий карт и атласов. Географические, политические, справочные, учебные и, что ни год, добавляются все новые и новые темы. Мы, конечно, не задумываемся о том, как карта, простая географическая карта, отражает нашу жизнь. Вот в 21-м году была выпущена карта электрификации России, а сейчас вам. Сейчас Олимпиады 80. Да, действительно. Отличительной особенностью нашего главного управления геодезией и картографией является большая мобильность. Вы уже правильно сказали, что мы выпускали карты на БАМ, не черноземья, а олимпийская тематика. Сейчас мы готовим к учебному году атлас истории Коммунистической партии Советского Союза. Что касается Олимпиады 80, готовится атлас, Олимпиады 80, готовятся различные схемы, которые помогут гостям, олимпийцам сориентироваться в городе Москве, Минске, Ленинграде, Таллине, Киеве. Поможет им сориентироваться в самих олимпийских играх, где они находятся, где гостиницы и так далее. Мы надеемся, наша карта понравится. Продолжение следует...